ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИ В некоторой мере революционная. Поэтому было бы уместно вначале рассмотреть уже существующие модели. Традиционное воззрение на эволюцию. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИ В свою очередь часто приводит к организации инквизиторских репрессий по отношению к космологическим исследованиям. Джордана Бруно был сожжен на костре именно за свои космологические идеи и нескромные вопросы относительно будущего. В своем труде о бесконечной Вселенной и мирах он приводит следующий диалог. Эльпино. Каким же образом Вселенная может быть бесконечной? Эльпино. Эльпино. Что есть предел? Попробуем переписать этот диалог в понятиях 21 века. Эльпино. Как ты можешь заявлять, что человек есть личиночная форма некоего существа с высшим разумом и сознанием? Филатео. А как ты можешь заявлять, что эволюция остановилась на нервной системе современного человека? Эльпино. Рассуждать о высшем разуме, засевающем Землю запрограммированными генетическими матрицами, абсурдно. Филатео. Филатео. Какова же твоя теория возникновения жизни? Книга бытия? Случай и статическая вероятность? Удары молнии, инициирующие жизнь в смеси метана с аммиаком, то есть случайное зарождение? Считается, что в современном мире существуют две главные философские школы, которые выдвигают свои ответы на сформулированные выше фундаментальные вопросы. Эволюционисты – ученые, и креационисты – теологи. Наука и теология тесно связаны. Многие ученые втайне или явно исповедуют креационизм, а многие богословы – эволюционизм. Современная ортодоксальная научная теория эволюции гласит, что все растения и животные развились из неорганических молекул, плавающих в мутной воде Древнего океана и оживленных электромагнитными процессами 3 миллиарда лет назад. Что в основе разнообразия и сложности биологической жизни лежит медленное, но непрерывное воздействие факторов случая и естественного отбора на цепочки ДНК, очень сложного химического соединения, содержащего в себе всю информацию о данном живом организме. Большинство эволюционистов считают, что все формы происходят из единого начала, так как ДНК различных видов живых существ устроены по единому принципу, а индивидуальное развитие любого существа внешне как бы повторяет развитие всего вида. Например, человеческий зародыш развивается из одной единственной клетки и проходит через червеобразные, рыбообразные и обезьянообразные стадии. Эволюционисты, отстаивающие эту теорию, обычно скептически относятся к гипотезе о существовании жизни, подобной нашей на других планетах. Они также предпочитают обходить молчанием вопрос о возможности существования в галактике некоего высшего разума. Эволюционистам статистикам даже возникновение человекоподобных форм жизни на нашей собственной планете кажется чудом, повторение которого еще хотя бы раз практически невозможно. В лагере же креационистов наблюдается большее разнообразие мнений, однако в основном они убеждены, что в некоторые ранние периоды истории определенные виды были созданы высшим разумом, который они называют Богом и Яговой, Аллахом и так далее. Многие креационисты уверены в буквальной точности библейской книги бытия, в которой утверждается, что Бог создал различные виды животных и что человек был создан после них и отдельно от них, а женщина еще позже. Между этими двумя точками зрения можно указать следующее основное различие. 1. Эволюционисты считают, что сложное разнообразие произошло из простого. 2. Креационисты считают, что сложность и многообразие были созданы с самого начала. Эволюционисты обычно склонны верить в случайную природу процесса эволюции и избегают даже обсуждать идеи запланированного развития или творящего разума. Креационисты — это верующие ортодоксы, персонализирующие Божественного Творца и отводящие человеку главную роль в земной жизни. 3. Обычно они допускают посмертное, постбиологическое существование для избранных верующих собратьев. 4. В некоторых теологических системах есть описание внеземных, метафизиологических существ, демонов, ангелов, святых и тому подобное. Интересно, что очень немногие философы из обоих лагерей когда-либо задумывались о возможности дальнейшего эволюционного развития или об особых формах, которые могут возникнуть в будущем. Вопрос о существовании развитых форм разума на других планетах или в будущем человечества особенно смущает ученых, которых, возможно, отпугивает абсурдность ортодоксально-религиозной космологии. 5. Учитывая, что ни одно из этих философских течений не решает проблемы исследования истории будущего, мы вынуждены будем создать новую науку – инфопсихологию, которая объединит все самое разумное с нашей точки зрения, к чему на сегодня пришли величайшие умы этих двух философских школ. Инфопсихология Новый взгляд на теорию эволюции Возникновение информационного общества является ключом к пониманию будущего. Это событие настолько же важно, как первая волна, прокатившаяся десять тысяч лет назад с появлением земледелия или как потрясшая мир вторая волна изменений, вызванная индустриальной революцией. Мы – дети следующих перемен Третьей волны Элвин Толфлер О киберквантовой цивилизации Инфопсихология, наука, изучающая эволюцию нервной системы в ее личиночной и кибернетической фазах, предлагает новое решение следующих классических проблем. Первое – жизнь на этой планете не является единичной. Второе – эта планета была засеяна жизнью извне. Третье – эволюция различных видов разворачивается на всех биологически активных планетах в соответствии с одним и тем же планом. Четвертое – жизнь должна мигрировать с планеты питомника. Пятое – в будущем нас ждут великие запрограммированные мутации. Инфопсихология Инфопсихология ставит своей целью собрать доказательства из всех областей науки, уделяя также должное внимание устойчивым мифам, порожденным нервными системами прошлого и на основе этих двух источников данных сделать практические выводы для прогнозирования будущего. Инфопсихология пришла на смену психологии индустриального века, которая, в свою очередь, превратилась в конце 20 века в священную техно-религию. Справка Психология индустриального века, хотя и заявляла, что изучает мышление, сознание и поведение, в основном занималась изучением приспособляемости человеческих существ к социальным ритуалам в различных культурных системах. Появившись на свет, когда феодальная теология начала утрачивать свое значение для растущего класса полуобразованных одомашенных приматов, механическая психология обеспечила удобную базу для привязывания личности к психологии человеческого муравейника, создав псевдонаучный язык для поддержки ценностей индустриальной культуры. Несмотря на огромную поддержку государственной машины и почти религиозную мистику, индустриальная психология так и не создала ни правдоподобных теорий, которые объясняли бы человеческое поведение, ни методов решения классических проблем человеческого общества, преступлений, войн, конфликтов, предрассудков, тупости, скуки, агрессии, отсутствия счастья и философского невежества относительно смысла жизни. Суровое табу, которое накладывали докибернетические люди на планете Земля на исследование нервных систем или вмешательство в них — фобия, в основе которой лежит первобытный страх неизвестного и суеверное нежелание учиться познавать. Сегодня очевидно, что нервная система является невероятно мощным инструментом сознательной эволюции, который может быть понят и применен для решения генетических задач теми, кто принимает ответственность за выбор направления. Галактический толковый словарь 23-е издание 3865 год В эпоху индустриального века химические, физические, информационные и биологические науки понемногу производили теории, факты и методы, имеющие глубокие последствия для изменения человеческой природы. Среди этих наук, которые являются прародителями инфопсихологии, особый интерес для нас представляют следующие. Нейрология Нейрология, этология, нейрохимия, квантовая психология. Нейрология определяет в качестве источника сознания, памяти, обучения и поведения биокомпьютер из 100 миллиардов клеток, для которого тело является роботом-транспортировщиком. Безусловно, если мы хотим понять и улучшить функционирование нашей ментальной, эмоциональной и поведенческой сфер, основным предметом исследования должна быть нервная система. Человек, умеющий настроить воспринимающие, обрабатывающие и передающие контуры своего мозга, не просто разумен, но действует на высшем и более сложном уровне эволюции. Этология Эта наука, изучающая поведение животных в естественных и экспериментальных условиях, доказала роботическую зависимость нервной системы животных от врожденных инстинктов и последующих импринтов в течение жизни. Индустриальные психологи не смогли применить открытие этологии к человеческой ситуации. Идея в том, что эмоциональное, ментальное, сексуальное и этическое поведение человека в основном определяется случайным импринтированием нервной системы в критические или чувствительные периоды развития, и всё это не вписывается в психологию индустриальной эпохи. Но если индивидуумы узнают, каким образом они импринтированы, они смогут научиться переимпринтировать или перепрограммировать свой мозг. Нейрохимия Наука, которая обнаружила, что некоторые химические вещества могут облегчать или затруднять прохождение нервных импульсов, влияя на сознание, эмоции, память, обучение и поведение. Психофармакология Смежная с нейрохимией наука, которая обнаружила растительные и создала синтетические психоактивные вещества, способные включать или отключать различные состояния сознания, ускоряющие или замедляющие ментальные функции и позволяющие кибернетическим личностям перепрограммировать самих себя. Квантовая психология На рубеже веков в квантовой физике появились три концепции, которые в корне изменили человеческую жизнь. В упрощенном виде их можно представить так. Первое. Смысл уравнений теории относительности Эйнштейна заключается в том, что скорости и направления движений определяются по отношению к другим движущимся объектам. Ваш брат-близнец, отправившийся в полет с околосветной скоростью, вернется через 30 лет, постаревшим всего на один год. Социальные и психологические последствия этого факта очевидны. Второе. Смысл уравнений квантовой физики заключается в том, что все в этой Вселенной состоит из элементарных единиц информации. Казавшаяся такой твердой и незыблемой материя превратилась в облака вероятностей. Стол в вашей комнате и планета, вращающаяся вокруг удаленной звезды, не более реальны, чем цифровые поля, описывающие их. Третья идея принадлежит Вернеру Гейзенбергу и определяет информационную Вселенную. Его аксиома неопределенности гласит, что реальность не дана нам свыше, а создается нашими наблюдениями. Эти три принципа были впервые изложены при помощи инструментов, которыми пользовались наши далекие предки, формул, написанных мелом на черных досках. Почти никто не смог понять и принять этот галлюцинаторный мир, в котором все находилось в постоянном изменении и зависело от нашей точки зрения, нашей психологии и информационной технологии. Все перечисленные науки подтверждают тот факт, что основным инструментом восприятия наблюдения, записи, накопления, синтезирования и передачи информации во всех областях знания и всех областях человеческой деятельности является нервная система в совокупности с ее расширениями, созданными ею же, компьютерами, электронными приборами и так далее. Понимание принципов работы нервной системы позволит людям объяснить многие аспекты жизни и получить ответы на основные генетические вопросы. Почему мы здесь? Куда мы идем? Как туда попасть? Наша задача – дать настоящие ответы на эти вопросы, а не помпезные бездоказательные догмы личиночной религии, уклончивый не ответ дзен-буддизма или остроты типа «Мы здесь, потому что мы здесь, потому что мы здесь, потому что мы здесь, потому что мы здесь, потому…» И поиск этого ответа должен начаться с исследования самого инструмента исследования – человеческого мозга. Рассмотрим наш нейрологический алфавит. Только самые наивные будут утверждать, что собака и человек видят одну и ту же комнату одинаково. Например, мы знаем, что люди, в отличие от других животных, ориентируются больше при помощи зрения, чем обоняния. По степени использования области мозга, отвечающей за зрение, человек может сравниться только со своими очень дальними родственниками – птицами. Собака, как волк, тигр, хомяк и другие млекопитающие, помечает территорию запахом и распознает друзей и врагов тоже по запаху. Комар, влетающий в комнату через окно, имеет совершенно другое устройство мозга и видит ту же комнату совершенно не так, как человек или собака. Наконец, нет даже двух людей, которые бы одинаково имели первое – генетическое программирование, второе – нервное импрентирование и третье – социальное кондиционирование и обучение. Поэтому никакие два человека не могут видеть, обонять, слышать, осязать, интегрировать одну и ту же комнату. Суфийская притча о 24 слепцах и слоне остается парадигмой инфопсихологии, напоминая нам, что существует множество людей, мышление которых зависит от активизации различных контуров мозга. Эта история остается парадигмой инфопсихологии, напоминая нам, что существует множество различных людей, мышление которых различно и зависит от различной активации различных контуров мозга. Используя терминологию книг Карлоса Кастанеды о мексиканском шамане, можно сказать, что мы живем внутри пузыря, конкретизированных абстракций, спроецированных извне, и ошибочно принимаем этот пузырь за разделяемую всеми реальность. Или, как сказал Аллан Уоттс, «Мы странные существа, которые не отличают меню от еды». Мы не понимаем, что наши впечатления — это часть нас самих, это наш собственный продукт, плод нашей логически-художественной картины мира. Мы боимся, что, приняв доказанные научные факты и изменив наше представление о реальности, мы придем к субъективизму, агностицизму, утрате всех стандартов, моральному бессилию и хаосу. Но даже если мы сможем победить этот страх, который неизменно возникает перед лицом каждого нового открытия, мы все равно не сможем понять необходимость перепрограммирования наших контуров на детальное, миг за мигом запоминание того, что на самом деле происходит, когда мы воспринимаем, кодируем, классифицируем и интегрируем энергетические сигналы. Подобный нейрологический анализ неминуемо приводит нас к заключению, что человеческое существо на современной стадии эволюции является биологическим роботом, действующим автоматически в соответствии с генетическим шаблоном и импринтами детского возраста. Ознакомившись с антропологическим отчетом о Homo sapiens, составленным учеными более развитой цивилизации, мы бы поняли, что неспособность человечества разрешить психологические, социальные и экологические проблемы и найти ответы на основные космологические вопросы, например, почему мы здесь и куда мы идем, неминуемо приводит к заключению, что Homo sapiens является роботически ограниченным видом и что разумная жизнь еще не развилась на этой планете. Подобный отчет мог бы также содержать указание на существование зачаточной сознательности, признаками которой являются открытия описанных выше наук и достижения четырех других наук, которые будут определять судьбу человечества в будущем — астронавтики, астрофизики, генетики и квантовой физики. Создание пилотируемых космических кораблей и развитие глобальной компьютерной информационной сети знаменуют начало видовой мутации и равны по значению первому выходу амфибии из воды на сушу на раннем этапе биологической эволюции. Не вызывает сомнения тот факт, что человечество начало миграцию к межпланетному и, в конце концов, межзвездному существованию. Признаками начала этого процесса могут быть свидетельства астронавтов, первыми высадившихся на Луну, и других ветеранов космоса, которые рассказывают о гениальных прозрениях в космосе Митчелл, философских откровениях Швайкарт и симптомах перерождения Олдрин. В будущем это, несомненно, окажет глубокое влияние на нервную систему и код ДНК. Точно так же, как амфибии и земные организмы, быстро мутировав, немедленно обзавелись нервным и физиологическим оборудованием, необходимым для существования в новых условиях, люди быстро мутируют, выйдя в открытый космос. Теперь, оглядываясь назад, мы видим, что историческим назначением ревущего XX века было разрушение нашей психологической привязанности к твердым структурам и ознакомление нас с условиями существования в инфомирах. Первыми обитателями инфомиров стали артисты, писатели, поэты и барды. Импрессионисты, экспрессионисты, кубисты, пуантилисты, сюрреалисты и другие заставили нас увидеть реальность в виде изменчивых планов и мерцающих цветов. Джазовые музыканты озвучили квантовые принципы. Они научились создавать киберсообщества внутри одной джазовой группы. Вторая волна пришельцев, которая начала осваивать квантовый язык нашей галактики, пришла не из туманности Андромеды, а появилась в моем собственном доме в 1979 году в форме моего киберсына Захария, осваивающего инфопространство видеоигр и астероиды планеты и созвездия данных в глобальной информационной сети. Инфопсихология, наука о человеческой природе, рассматривает теорию эволюции исключительно в контексте развития нервной системы. Рассмотренные выше четыре современные науки дают нам внушительный набор доказательств, что мозг является биохимико-электрическим компьютером, в котором каждый нервный импульс выполняет функцию единицы информации и что наша нервная система структурно ограничена запрограммированными контурами ДНК, которые и определяют наше поведение с момента рождения до самой смерти. Все, что ум может представить, он пытается создать. Как только люди примут и осознают идею высших уровней разума, как еще не активизированных контуров собственной нервной системы, возникает новая философия эволюции. Давно известно, что человеческий зародыш повторяет весь эволюционный цикл от одноклеточного организма до копии своих родителей. Где же записана вся эта информация, в соответствии с которой происходят такие изменения? Ответ – в ДНК. И тут мы можем сформулировать следующее основное положение инфопсихологии. Код ДНК является сценарием, в соответствии с которым происходит эволюция нервной системы, а следовательно и эволюция всех живых существ. Этот эволюционный план разворачивается последовательно, словно катушка с магнитной пленкой. Применительно к отдельному человеческому организму этот код разворачивается предопределенными стадиями младенчества, детства, полового созревания, зрелости, климактерического периода, старения и смерти. Такому же жесткому расписанию следует и эволюция видов в целом. Но где именно записан этот сценарий и почему он проявляется поэтапно? Ответ на этот вопрос дают последние достижения в области генетики. В ряде исследований учеными были обнаружены неиспользуемые участки спирали ДНК. Эти участки заблокированы особыми белками-гистонами, которые не дают возможности ДНК полностью реализовать информацию, которая в ней находится. С этой точки зрения весь процесс эволюции это процесс поэтапной разблокировки спирали ДНК, запущенной в первичный океан примерно 3 миллиарда лет назад. Каждая форма жизни на этой планете является чужаком-иммигрантом из внешнего космоса. И в этом смысле все мы неопознанные летающие объекты. Изучение заблокированных гистонами участков кода ДНК может дать точный план будущей эволюции. Расшифровка посланий ДНК осуществляется нейрологическими и нейрохимическими методами. Наука, изучающая двустороннее общение между ДНК-РНК и нервной системой, называется нейрогенетикой. Нейрогенетика Новая наука с респектабельным журналом и членскими взносами, изучающая сознание и поведение ДНК-РНК. Нейрогенетику можно назвать ветвью инфопсихологии, если предположить, что разум ДНК не ограничен планетой Земля, а был, вероятно, создан внеземным разумом и рассчитан на возвращение к нему. Сегодня некоторые астрономы утверждают, что высшего разума в нашей Вселенной не существует, так как в противном случае он или они вступили бы с нами в контакт и ответили на наши радиосигналы. Подобное заключение хорошо иллюстрирует негативную сторону традиционной науки. Конечно же, не существует никакой научной основы для утверждения или отрицания существования высшего разума. Точно так же невозможно утверждать, что высший разум, если он существует, еще не вступил с нами в контакт. Описанный в книге Роберта Антона Уилсона «Иллюминатус» этот высший разум не только вступил с нами в контакт, но через подставных лиц уже давно руководит ходом нашей эволюции. Но вернемся к основным положениям инфопсихологии. Не только человеческий организм повторяет всю цепочку биологической эволюции, но и его нервная система проходит те же этапы. Это означает, что мозг младенца функционирует в режиме реальности без позвоночных, мозг ползающего ребенка в реальности млекопитающих, мозг ребенка дошкольного возраста подобен мозгу людей-палеолита, а мозг школьника живет реальностью индустриальной эпохи. Анализируя ход эволюции с подобной точки зрения, мы можем в общих чертах ответить на вопрос, каким образом будет установлен контакт с братьями по разуму, которые опережают нас в эволюционном развитии, и заодно указать задачи, которые стоят перед человечеством в свете решения этого вопроса. Первое. Наш диалог с ДНК и астрономически-энергетическими сигналами Вселенной должен стать двусторонним. Мы должны открыть наше сознание для расшифровки сигналов, посланных в наши нервные системы ДНК. Второе. Когда мы эволюционируем нашу психологию, то есть начнем мыслить, как ДНК-РНК, мы поймем, что текущее положение человека является промежуточной фазой в эволюции нервной системы. Так как ДНК создает нас по всей видимости по образу высшего разума, создавшего ДНК, нам необходимо связать нашу психологию с законами и планами молекулярного разума. Так как ядро атома является основой атомов и молекул, логично связать нашу психологию с законами и структурами ядерной физики и астрономии, и научиться видеть себя, как атомы и звезды, воспринимающие и передающие информацию, резонирующих и движущихся сквозь энергетические сети Вселенной. В более простой интерпретации это может звучать так. Разум ДНК, используя нашу планету в качестве временного гнезда в космическом информационном поле, должен мутировать и выйти на новый уровень квантофизической сознательности, а побочными эффектами этой мутации будут увеличение срока биологической жизни и появление новой психологии взаимоотношений. Субтитры создавал DimaTorzok